Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не дома управления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться» Вот таков наш закон Здравствуйте, доброе утро Программа «Добро пожаловаться» И в нашей студии, как всегда, в это время Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир И председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко, доброе утро Ну и вы можете Я уже обращаюсь к нашим слушателям Звонить, задавать ваши вопросы Действительно очень много Но неясностей, путаниц Постоянно что-то меняется и в законах И мы наверняка можем Ну чувствовать себя немножко так вот Дезориентированными В этих всех коммунальных вопросах Вот сейчас у вас есть возможность Все, что непонятно Спросить, задать вопрос Позвонить 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Можно написать в WhatsApp На номер 2-3-0-6-1-9-1 Можно описать даже вот Не только в течение программы Но и любые вопросы Мы отслеживаем, просматриваем Списки вопросов Для того, чтобы не пропустить Ваших вопросов Год заканчивается Начинается новый Наверняка Ну вот мы уже привыкаем всегда Что с Новым Годом Как правило там новые счета Что-то меняется Что-то изменяется Вот какие Ну основные Не знаю Тренды Что нам принесет 2020 год Ну если Доброе утро Если говорить о 2020 годе То Наверное Надо будет коснуться Все-таки Какие изменения Реальные Последуют После того Как были приняты Правила Кабинета Министров Изменения К правилам Кабинета Министров По учету воды И распределению Разницы Показаний Или потери воды Как это называют Это первое Второе Наверное К чему нужно Очень серьезно готовиться Это к тому Что все-таки Вывоз мусора Будет намного Дороже То есть Все-таки Тенденция идет К тому Что несмотря на то Что сейчас Продлили чрезвычайное Положение Еще на три месяца И пока Сохраняются Те старые условия Которые были На начало года Но тем не менее Тенденция уже понятна Что постараются Цены поднять До Достаточно Высокого уровня И Еще вопрос Такой Обращаю внимание Что сейчас Когда обсуждался И бюджет Евросоюза И Перспективы Развития Евросоюза То Очень сильно Прозвучала Тема Относительно Зеленой Экономики Энергосбережения К этому Тоже надо Готовиться Потому что Я думаю От поощрительных Мер Типа Выделения Очень больших Грантов И Всяческой Рекламной Компании Скорее всего Латвия будет Вынуждена Перейти к мерам Уже Регулируемым Как минимум С тем Чтобы Потому что Особенно Снижать Потребление Энергоресурсов Ну Я не вижу Где-то У нас Энергоемких Производств А вот Основной Энергоемкий Сектор Это Коммунальное Хозяйство Один из Основных Так что Это главные Вызовы Которые будут В следующем Году Если коснуться Уже По Вопросам Ну Вот Изменили Принято Изменения Как правило Кабинета Министров 10-13 Сразу Оговорюсь Они Распространяются На дома Которые Не Переняты То есть Если мы Говорим О Риге То это Дома Которые Обслуживаются Рига Слава Павровникс Они В этих Домах Обязательны В остальных Эти правила Следует Рассматривать Как Рекомендательны И Если вы Находите В нем Рациональное Зерно То вы Можете Просто Имплементировать В свои Дома Но Отдельным Решением Что там Принципиально Нового Во-первых Принципиально Нового В конце Концов Законодатель Или Регулирующий Орган Признал Что Все-таки Хаотичная Вот Эта Система Установки Счетчиков Когда Каждый Свой Счетчик Устанавливается Своим Сроком Поверки Со своим Сроком Старения Бывшего Употребления Или Нового И так Далее Это Все-таки Не соответствует Нормальным Техническим Условиям И В принципе Там Не Обязывается Но Сказано Что Должна Быть Система Это Первое Значит И Система Может Образовываться Тремя Способами Либо Собственники Утверждают Основные Параметры Системы То есть Тип Счетчиков Сроки И так Далее И После Этого Приняв Такое Решение Одновременно За счет Собственников Устанавливаются Эти счетчики Или Дается Поручение Управляющей Компании Там Два Способа Оплаты Либо Как Выкуп Собственниками Через Фонд Накопления Либо Включение Стоимости Или Амортизация Этих Счетчиков Управляющей Компании В Стоимость Обслуживания Но Эти Вещи Вот Это Внедрение Этой Системы Оно Остается Либо Введение Собственников По принятию Решения Собственников Либо Если Управляющая Компания Располагает Достаточно Ресурсом И Считает Необходимым Она Может Сама Попытаться Внедрить Здесь Вопрос В общем Что Мне Очень Трудно Представить Как Можно Самим Внедрить Если На самом Деле Тебя Люди Начнут Не пускать Все Так Здесь Скорее Всего Потребуется Какое Согласие Но Это Не Обязательно Это Рекомендательная Норма И В принципе Правила Звучат Так Если Вы Не Довольны Разницей То Вот Вам Путь Строите Систему И Дальше Эту Систему Строите С таким Расчетом Чтобы Она Сократила Эту Разницу Показаний Если Вы Не Хотите Строить Систему То Вам Никуда Жаловаться Но Просто Ведь Наверняка Возникнут Конфликтные Ситуации Когда Будет Предлагаться Давайте Счетчики А человек Скажет Простите Но Я Совсем Недавно Поменял Почему Мне Нужно Поставил Счетчик Но Скажем Не Соответствующий По тем Параметрам Который Собирается Предлагать Дому Управлению Что делать В этом Случа Человек Может быть Полгода Назад Или Год Назад Установил Счетчик И С какой Стати Мне надо Ставить Еще Один Печальный Момент Для этого Человека Печальный Момент Я Прорабатываю Этот вопрос Применительно К своих Домам Своего Кооператива Вместе С юристами Но В данном Случа Ответ Звучит Следующим Образом Придется Подчиниться Решению Большинства Если Большинство Задаст Параметры И тот Счетчик Что вы Установили Хоть Позавчера Он Не Вписывается В эти Параметры То Вам Придется С этим Смириться Потому Что Здесь Играет Роль Большинства И В правилах Это Тоже Оговаривается Что Если Не Подчиняешься Системе То Ты Считаешься Лицом Бес Счетчика То Здесь Придется Подчиниться Другое Дело Обычно Когда Планируется Такое Мероприятие То Заранее Люди Оповещаются И Дается Какой-то Переходный Период Или Мы Придораживали Вообще Процесс Замены Верификации Счетчиков Потому Что Было Ясно Что Решение Будет Приниматься И Люди Таким Образом Не Страдали У Кого Это Было Но Уже Нужно Было Делать Второй Вариант Который Был Мы Заранее Предупреждали Что Если Хотите Менять За Полгода То Вот Тот Тип Счетчика Который Планируется Вписать В Систем Таким Образом Люди Ну Мы Пытались Минимизировать Эти Потери Но Все равно Эти Потери Неизбежны С этим Надо Считаться И Чем Быстрее Дома Примут Правильное Решение Тем Лучше Это Первое Последствие От Замены Счетчиков Я Специально Сейчас Мы В Кооперативе У нас Несколько Домов Приняли Решение О том Чтобы Установить Счетчики Именно С Радиосигналом И Со Всеми Современными Скажем Возможностями И Мы Ожидаем Достаточно Хорошего Результата Потому Что Дома Где В Риге Это Уже Поставлено Показывает Что Разница Показаний Снижается До Полпроцента Одного Процента Примерно Так Это Уже Просто Погрешность Такая Временная Незначительная Погрешность Так Что Да Но Если Ситуация Опять Таки С Домами Где Какой-то Из Жильцов Уехал Или Сдаёт Квартиру И его Вообще Не достучаться Не дозвониться Предложим В подъезде Там 12 Квартир И Две Из них Недоступны Каким образом Тогда Решается Этот вопрос Ну Если Давайте Говорить Так Если Мы берем Такой Пример То Если Дом Семью Голосами Семью Квартир Решил Установить Систему Которая Состоит Из Счетчиков Определенной Характеристики С определенными Правилами Там Все там То что Положено И Утверждает Метод Распределения Счета То Те Квартиры Которые Не Подчиняются Этому Решению Независимо От того Что У них Там Стоит Если У них Стоит Прибор Который Не Соответствует Решению То В этом Случа Эта Квартира Считается Без Счетчика И Ей Начисляется По Нормам Но На самом деле Общеизвестно Что до сих Пор Была Ситуация Такая Что Если Человек Попадался Там Либо На Нездаче Показаний Либо Он Затягивал Вопрос Верификации Счетчиков На него В этом Случа При достижении Определенного Срока Списывалась Вся разница По воде И это Были Существенные Счета Сейчас С одной Стороны Правила Кабинета Министов Несены Поправки Которые Облегчают Жизнь Тем Кто Недисциплинирован И Кто Не Подчиняется Общим Решению С другой Стороны Все То Что Им Облегчено Опять Возвращается Момерангом К собственникам Квартир Которые Выполняют Сетвеб Почему Потому что На самом деле На сегодняшний День Водоканал Считает Что Физиологическая Норма Потребления Холодной Воды На одного Человека Составляет Шесть Кубов Эта цифра Она такая Она Может быть Кому-то Кажется Небесно Высокой Но На самом Деле Она Более Менее Где-то Наверное Соответствует Достаточно Свободному Пользованию Воды Но Есть Нюанс Такой На Задекларированные Персоны То есть Если у вас В квартире Допустим Будет Задекларировано Один Человек А фактически Жить Сем То Может быть Вам И выгоднее Не подчиняться Ничему Потому что Вот вам Имеет Право Потолок Установлено Шесть Кубов А дальше До свидания То есть Это Вот какие-то Прорехи В этом Законе Получается Получается Да Но на самом деле Ну никогда Ничего Ты не добьешься В идеале При помощи Закона Вряд ли Ты чего-то Добьешься В идеале Согласием В обществе Можно гораздо Больше добиться Чем Через Принудительные Законы Но Вот С этим Тоже Надо считаться Что На сегодняшний День Уже С этими Правилами В домах Которые Живут Которые Подчиняются Обслужить ЦРНП Уже Условия Для Без Без всяких Изменений Всего Ухудшили В сторону Тех Кто Отчитывается Потому что Тем кто Не соблюдает Правила Только можно Выставить Шесть Кубов На Одного Задекларированного Но ведь С другой стороны Люди Которые Скажем Проживают Не задекларированные В этой квартире Они же Задекларированы Где-то В другом месте То есть Получается Где В другом городе В деревне Понимаете Ну да Тут вопрос Такой Я не хочу Сейчас в это Вклиниваться Но может быть Там где Они задекларированы Там аккуратно Сдают воду Тут тоже Варианты Такие На самом деле Вообще Вопрос Декларации Это достаточно Применительно К коммунальному Хозяйству Это достаточно Спорный На мой взгляд Вопрос Потому что Декларация Что означает Что человек Сообщается Почтовый адрес Государству Почтовый адрес По которому Его можно Связаться В течение Семи дней И ничего Больше То есть Очень грубо говоря Если у вас Есть Участок Земли В лесу И он Занесен И имеет Катастроф То вы Там и можете Декларировать С наличием Жилого места Невозможно Не обязательно Достаточно Наличие Почтового ящика Где-нибудь На почте Поэтому Здесь Вопрос Такой Это будет Опять Но на самом деле Вот таким образом Надо воспринимать Правила кабинета Министров И я только Единственное К чему могу Призвать Радиослушателей Надо уже Свыкнуться с тем Что на 80% Вопрос Разницы По воде Или потери воды На 80% Это чисто техническая Проблема учета Проблема Процентов на 20% Это проблема Нечестности Или недисциплинированности Определенных людей И решить ее можно Только при помощи Технических средств И уже Вот Говорить Что это лишняя вода Не вылитая вода Не использованная вода Это бессмысленно Потому что Есть законодательство Которое определяет Что есть на доме Один счетчик Который показывает Потребление воды И этот счетчик Он находится В руках водоканала Все остальное Это вторичный И поэтому Делайте вторичный учет Более точным Вот Ну и вот Я хочу еще одну Смоделировать ситуацию Действительно Ведь Человек может Быть задекларирован Один в квартире Он ее может сдавать Сдавать Не знаю Многодетной семье И таким образом Получается Что задекларирован Один человек А там может действительно Проживать хоть семь человек А гости И гости еще Гости нет Я могу сказать Так вы говорите Сдавать в аренду Ну Если Вообще-то по закону Если ты сдаешь в аренду Ты должен Все это Соответствующим образом Оформить Занести в налоговую инспекцию Поставить в известность Домоуправление И так далее Но если это не делается Есть такое понятие Как гость Сколько гостей К тебе может приехать И сколько гостей Может жить у тебя Никто не знает Таких ограничений нет Вы приедете Допустим К своему другу В гости И будете жить Со своей семьей В гостях В его квартире Два года Ну и что В гостях Их каждый день В ванну принимать Ну Можно два раза Можно два раза Да У нас Приходит Я напоминаю Что вы можете Звонить 67212-9399 67213-9399 Можете писать Ваши вопросы В письменном виде Отправлять На номер 2 306191 И вот как раз Нам пришел вопрос От Ирины Вопрос о лоджиях И балконах Про остекленение Готовится ли Новый закон Нового закона Как такового Не надо Есть общее требование Что фасадное решение Нельзя менять Без наличия Соответствующего Согласованного Состроительного Права Проекта То есть На сегодня Уже все Определено Нельзя Менять Производить Замену Рисунка Окон Замену Цвета Окон И Другого Остекления Рам Без Согласованного С булвалды Проекта То есть Должен быть На каждый дом Если вы хотите Сегодня грамотно Производить Эту процедуру И легализовать Чтобы в будущем Не было неприятностей Я не знаю Когда И как И кто Будет Подводить Черту И скажет Что пора Пользоваться Законом Но сегодня Закон запрещает Без проектного Остекления Индивидуальные Проекты Здесь не очень Подходят Потому что Индивидуальный Проект Но каждый Пойдет Со своим Рисунком Это опять Таки Была такая Практика Короткая В булвалды Когда согласовывали Каждую лоджию В отдельности Сейчас нет Сейчас Должно быть Общее Фасадное Решение И Оно Должно быть Согласовано Со строительной Управой И тогда Вы можете Поддерживаться Сохраняя Общее Архитектурное Решение По дому Стеклить Лоджию Или Менять Окна Но Ни в коем Случае Не Самодеятельность Вот мне нравится Пять делений А мне шесть А кому-то Восемь А кому-то Два То есть Должно быть Единое Решение Либо Визуальная Имитация Слушав Совсем Крайд Либо Визуальная Имитация Единого Решения Такое Тоже Возможно Ну что У нас как раз Сейчас время Сделать небольшую паузу После чего Мы продолжим Программу Я напомню Программа Добро пожаловаться И у нас в студии Председатель правления Товарищества Центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Продолжается Программа Добро пожаловаться И ее ведущий Председатель правления Товарищества Центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Председатель Кооператива БАК-2 Готов ответить На ваши вопросы По всевозможным коммунальным проблемам, и если действительно вы хотите что-то узнать, вот, например, Ирина также спрашивает по поводу решеток и дополнительных дверей на лестничной клетке, ну вот насколько, кто, я понимаю, может снять эти двери, принять решение о том, чтобы их убрать, и вообще законно это или незаконно? Начнем с самого начала. На самом деле помещения общего пользования, такие коридоры, лестничные пролеты, лестничные площадки, это в первую очередь пути эвакуации, и об этом нужно совершенно четко помнить, потому что с одной стороны мы ими пользуемся как путями доступа к своему имуществу, но когда они проектировались, они проектировались с учетом того, что это будут пути эвакуации в случае непредвиденных нештатных ситуаций, ну, в первую очередь пожара. И поэтому есть очень строгие правила противопожарной безопасности, которые говорят о том, что нельзя никоим образом сужать пути пожарной безопасности, пути эвакуации, нельзя создавать какие-либо препятствия, нельзя устанавливать двери, которые открываются при помощи ключа, так, допустим, запираются при помощи ключа и не открываются механически и так далее. По факту, я отвечу вам так, что нельзя ставить решетки на лестничных клетках и на лестничных пролетах. Это нельзя делать по соображениям пожарной безопасности. И все, что поставлено, это абсолютное самовольное строительство, включая и двери вот эти вот, то, что делают там, где длинные коридоры, ставят двери. Это и сужение эвакуационного пути, и это создание препятствий. Тем более, что аргументация о том, что это поможет вам от грабителей, ну, она, мягко говоря, весьма сомнительная, потому что если это решетка, то вы ее запираете на замок, и вряд ли там стоит замок, который там очень сильно кого-то защищает. С другой стороны, если поставить щеколду, как это требует правила пожарной безопасности, ну, какой же это препятствует для грабителя? То есть это, в общем-то, путь такой не тот. Наверное, если вы хотите защитить свое имущество, есть на сегодняшний день масса технических средств охраны, которые доступны и которые гораздо более надежно защитят ваше имущество, включая две специальные двери там в квартиру. Ну, на самом деле, эта проблема существует. Собственники квартир понаставили таких конструкций, там пределу творчества нету. Их, по всей видимости, я надеюсь, что в конце концов пожарная служба добьет и заставит всех не снести. А это, ну, в каком, может быть, виде? То есть проверки в домах? В данном случае у нас сейчас обязательная проверка пожарная служба ежегодно проверяет дома с этажностью выше девяти этажей. Это связано, если кто-то еще помнит, с тем пожаром, который был трагический пожар в Межапарке, в Высотке, где там сгорела целая семья. И там все вместе, вот там сложилось все вместе. И заклинивающиеся металлические двери, и запертая на замок, а не на щеколду, дверь в квартире, и замусоренная лоджия. В общем, все, что можно было нарушить, там все было нарушено. После этого было принято решение, и сейчас ежегодно пожарные инспекторы в обязательном порядке проверяют эти дома. И каждый раз они пишут предписание, и, в принципе, дальше порядок действий очень простой. Если мы получаем, как управляющая компания, предписание от пожарного инспектора, мы пересылаем это предписание и предупреждаем собственников на этаже, что они должны демонтировать эту незаконную конструкцию. Далее, если они не подчиняются, то в присутствии полиции и самоуправления эти конструкции нами демонтируются. В принудительном порядке. А что касается, например, того, что люди часто, бывает, хранят какие-то вещи, велосипеды, например, просто прикрепляют к... Это то же самое. Это все создание препятствий при эвакуации. И вот когда со мной начинались споры в кооперативе относительно вот этих дверей, этих решеток, я им всем предлагал, давайте по взаимному согласию подпишем бумагу. Я приду и ночью устрою вам учение. Возьмем такую слабенькую дымовую шашку, бросим туда за решетку, крикнем пожар и посмотрим, как вы будете эвакуироваться. Представляете, что такое эвакуация в такой момент? Это паника, это хотя бы пять человек, но они будут бежать и толкаться в одну и ту же дырку, причем часто это ограниченная видимость, это еще уже замутненное сознание из-за отравления газом и так далее. Это ситуация такая, и тут ты цепляешься за любимый велосипед твоего соседа, падаешь на тебя еще... Ну, я не хочу описывать всех этих ужасов, но здесь совершенно четко прописано. Я всегда... У меня есть... У меня отец говорил, я всегда придерживаюсь этого мнения о том, что правила дорожной безопасности и правила пожарной безопасности написаны человеческой кровью и жизнью. То есть, если записано, то, значит, были случаи, которые... В результате анализа которых говорилось, что это происходило из-за того или из-за этого. Поэтому у меня призыв ко всем. Критически отнеситесь. Если вам нужно по каким-то очень серьезным обстоятельствам установить все-таки дверь или перегородку, то тогда постарайтесь это сделать с соблюдением всех правил пожарной безопасности. Это не исключается при условии, если вы сделаете соответствующий проект, согласуете с пожарной спасательной службой и зарегистрируете эту перестройку в соответствующих институтах. Там какие-то варианты наверняка возможны. Но тогда это нужно делать по закону так, чтобы специалисты посмотрели и были учтены все эти нюансы, о которых нужно заботиться на такой случай. Еще один момент, который может тоже восприниматься как загромождение путей. Ведь это цветы, цветочные большие горшки в коридорах. Тоже. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, господин Сидорко, вот если в квартире задекларировано три человека, а проживает один человек, как тогда оплачивать за воду и за вывоз мусора? Ну, в данном случае я отвечу так. Норматив, если вы живете в доме РНП, он предписывает так, по количеству задекларированных. Его в этом случае норматив в количестве фактических живущих не волнует. Если вы приватизируете дом, то там есть масса вариантов, потому что в этом случае вступает в силу правила Кабинета Министра 524. И там есть варианты, вы можете на собрании принять правила распределения и воды, и мусора, разницы по воде и мусору, и по количеству задекларированных, и по количеству фактически живущих, и по площади, и пропорциональное количество квартир. То есть там четыре варианта. Можно из них выбрать наиболее, скажем, подходящий для вашего дома. Потому что, да, мы вот не рассматривали такую ситуацию, когда бывает, что задекларировано гораздо больше, чем фактически проживает. По разным причинам люди не живут там, где они декларировали. Они за границей. Сохраняют место декларации здесь, а работают где-то за границей. Таких случаев полно, и есть квартиры, где задекларировано очень много народа. До 7-8 человек, хотя фактически живут там одинокие пенсионеры, а вот все родственники, кто сорвался за границей, ну, оставили местом декларации здесь. Но, к сожалению, это правило, понимаете, здесь вопрос такой, здесь логики быть не может. Есть установленные правила. Или по задекларированию, или по фактическому количеству живущих, или по площади, или пропорциональное количество квартир. Это компетенция собрания собственников квартир. Если вас это не устраивает, собирайте собрание и предлагайте другую модель распределения счета. Вы видите, тут сложность в том, что кто будет следить за тем, вот, а сегодня, там, скажем, живет действительно один человек, а завтра все родственники вернулись из-за границы. И, как бы, отслеживать, то есть, если люди, ну, скажем, сами не будут… Самоконтроль. Да, вот такой случай самоконтроля не произойдет, то тогда… Это такие правила, такое положение принимается в домах, где достаточно сильный актив дома, и где есть самоконтроль. И есть такие дома, которые говорят, что мы сами каждый квартал будем подавать вам сведения, кто и сколько фактически живет. И они уже там внутри дома разбираются. Здравствуйте. Всем. Пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Может ли правление утверждать выплату премии работникам кооператива за компетенцию, которая не предусмотрена никакими нормативными актами и не предусмотрена уставе? Это первый вопрос, да? Выплата премии за компетенцию. Второй вопрос. Значит, если общество закончило год, 18-й год с убытками, в сумме, ну, условно возьмем 30 тысяч евро, можем ли мы выразить недоверие правления и попросить правления назначить внеочередные выборы собрания с повесткой дня, выборы нового состава правления и выборы председателя правления? Спасибо. Значит, может ли правление премию от работников, это зависит от того, какое у вас принято разделение. На мой взгляд, фонд заработной платы по категориям, либо общий фонд заработной платы, это сколько отпустить на фонд заработной платы вообще, это компетенция собрания членов кооператива. Они решают, что вот будем платить за исключением членов правления и председателя правления, которым об их вознаграждении вы должны решать отдельно на собрании. Эти вот конкретные зарплаты председателя правления и членов правления или их вознаграждения, это решается на собрании. А дальше остальные работники выделяются собранием фонда зарплаты правлению, который уже его распределяет таким образом, чтобы достичь максимально положительного результата по организации работ, то есть подбор работников, определение их компетентности, определение необходимых ставок и так далее, но в пределах выделенного собрания фондом заработной платы. Так что давайте разделим здесь. Я думаю, я считаю, что правление в принципе при наличии неиспользованного фонда заработной платы имеет право его распределить, но об этом оно потом должно сообщить собранию. Это первое. Второе. Относительно имеете ли вы право выразить недоверие? Значит, согласно закону о квартире, я не вдаюсь в подробности, почему и как, это не имеет для меня большого значения для того, чтобы составить правильный ответ. В законе о кооперативных обществах сказано совершенно четко, что одна десятая членов общества может в любой момент потребовать созыва вне очередного собрания с любой повесткой дня. То есть, одна десятая собственника в квартире имеет право подписаться под требованием, которое обращено к правлению, о том, чтобы было проведено внеочередное собрание с повесткой дня. Ну, дама озвучила. Выборы правления, я не думаю, что там надо выражать недоверие, нужно просто поставить вопрос о выборах нового правления. Это вполне уже является, внеочередное собрание тоже является выражением, скажем, недоверие. И дальше еще внести сопутствующие вопросы. Согласно действующему закону, правление в течение месяца должно рассмотреть эту заявку и объявить о дате проведения собрания. А одна десятая, получается, если там в доме, ну, условно говоря, 40 квартир, это 4 квартиры? Если 40 членов кооператива, то, соответственно, 4, но я немножко догадываюсь, какой кооператив, там, наверное, надо будет собрать, ну, порядка 100 подписей. Но членов кооператива. Но дальше, что здесь еще существенное изменение, которое было внесено в законы, которые должны тоже члены кооператива знать. Раньше, после того, что передавались документы с требованием собрать собрание в кооператив, на этом вопрос и заканчивался. То есть правление могло собрать, могло не собрать. Можно было подать в ревизионную комиссию повторные документы. Если такая была, и тоже можно было, оно могло собрать, могло не собрать. Теперь совершенно четкий определенный порядок. Вы подаете, только нужно документально фиксировать свою, и издавать везде по инстанциям копии, оригиналу держать на себе. То есть у вас есть обращение, подписанное одной десятой членов кооператива, о созыве собрания с такой-то повесткой дня. После этого вы ждете установленное законом время ответа отправления назначения собрания. Если собрание не назначается, то вы вправе сами организовывать собрание в соответствии с законом. То есть оповестить всех членов кооперативов о том, что такого-то числа в таком-то месте должно пройти собрание, будет приходить собрание с такой-то повесткой дня. И, значит, это собрание должно быть объявлено за месяц. То есть если вам в течение месяца правление не отреагировало, то после этого вы можете в течение следующего месяца уже инициировать собрание. За месяц. Но объявление должно быть всем документально с подтверждением доставлено за месяц. И далее, что происходит, организаторы не только должны пригласить, а повестить о том, что будет такое собрание, но и дать свои контакты, потому что по закону в течение первых двух недель члены кооператива могут внести дополнение и уточнение в повестку дня. Значит, вы должны это принять. И, соответственно, с чем образом, если кто-то там напишет, что нужно, никто не имеет права требовать исключить вопрос, который уже был задан. Но если он считает, что нужно дополнить, уточнить или еще там что-то сделать, то тогда вы должны принять это и включить. И уже через две недели опубликовать окончательную повестку дня. Вот и все. Процедура достаточно простая. Понятно. Тут у нас еще пришел вопрос по WhatsApp в виде СМС. Почему в Риге делают полную реновацию, а в городах Салдус, Тукумс и остальных делают реновацию только обклеивая стены домов утеплителем и только? Ну, здесь возникает вопрос, что значит полная реновация, что значит обклеивает утеплителем. Значит, насколько я понимаю, на сегодняшний день последняя очередь, вот то, что пошла где-то с 2016 года, по-моему, с 2016-2017 года, там должна обязательно затрагиваться и система отопления. Потому что по связанным нормативным документам получается так, если вы ставите дом на утепление, то вы обязательно должны оснастить дом приборами регулировки и учета тепла в каждой квартире подачи. Значит, это первое. Второе, в каком объеме и в каких пределах делается реновация принимают собственники квартир конкретного дома. Поэтому почему в Саудусе приняли решение только утеплять или только еще что-то? Потому что на самом деле реновация – это та, что и там, где есть государственная поддержка, она осуществляется только, финансируется только на мероприятия по энергосбережению, а это мероприятия, связанные с утеплением здания и установкой новых современных конструкций, допустим, остекления. Это ремонт тех элементов здания, таких как крыши, без которых невозможно утеплять, ну, допустим, чердаки, потому что если течет крыша, то утеплять чердак бессмысленно. И это модернизация системы отопления. Это такие основные работы, которые можно включать. Причем ремонт канализации холодной воды, допустим, в эти программы они не оплачиваются, они не включаются. В связи с этим, ну, и объем, и использованные материалы, и качество работы – это все определяется на собрании собственников квартир. Есть общее ограничение, что если вы претендуете на софинансирование Европейского Союза, то в этом случае ваши применяемые материалы должны соответствовать определенным европейским стандартам. Это первое. И работы тоже по качеству, там есть специальные стандарты. И плюс к этому вы должны обязательно, ну, модернизировать, скажем, систему отопления. У нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Скажите по правилам, можно ли делать ремонты подъездов, если нет общих накоплений дома, достаточных, по подъездам, или в кредит сделать? Это РНТ. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что обычно это задает вопрос так, и мы хотим одним подъездом это сделать. Если вы каким-то образом одним подъездом можете договориться о том, что только вы участвуете в финансировании этих работ, и юридически это закрепите, туда можно. Но на самом деле, если подходить к тому, что мы хотим сделать подъезд за счет денег накопления, то, на мой взгляд, исходя из сегодняшней ситуации, для одного подъезда эта ситуация неразрешимая, потому что это общие деньги дома, а подъезды все четыре. Если они есть, они тоже принадлежат всем 60-ти квартирам, и поэтому каждый подъезд принадлежит всем 60-ти квартирам. Поэтому это юридически такая плохо. Но если вы, допустим, 15, ну, возьмем пятиэтажку стандартную, 15 квартир между собой договариваетесь, откуда будут взяты деньги и как вы будете платить, то да, можно. Мы ответили на ваш вопрос? Человек повесил трубку. То есть я понимаю, уточняющий вопрос задаю, то есть эти 15 квартир отдельно скидываются, и вот именно на эти деньги они делают... Понимаете, проблема в общем. Допустим, на доме есть достаточное количество денег для того, чтобы сделать все подъезды. Значит, в этом случае должен быть принято решение 50-ти одним процентом голосов. Если ты... А очень часто вот на практике получается так, что из 60-ти квартир 29-ти, 2-31-ти или 35-ти считают, что у них и так все хорошо. И нечего туда деньги тратить. А вот один подъезд или там два подъезда, они строго стоят на том, что в первую очередь нужно сделать подъезд лестничной клетки. В этом случае этим людям, если они не могут добиться общего решения по дому, да, придется принимать решения по отдельной клетке. Здравствуйте, пожалуйста. Извините, я речу о том, можно ли в кредит это сделать? Может ли домоуправление? Потому что ответить, что с этого года нельзя в кредит. Я вам отвечу так. Если вы можете между собой заключить соглашение о финансировании, в том числе можно и пытаться договориться с домоуправлением, если у него есть свободные средства, на отложенный платеж, это не будет кредит, это будет отложенный платеж, или при помощи самоуправления получать кредит в банке. Вы все это можете, но это нужно, во-первых, принять, и здесь уже, я думаю, стопроцентное должно быть голосование, решение внутри дома, внутри подъезда, и после этого это оформить определенными соглашениями. Почему стопроцентное? Очень часто бывает так. Когда ты решаешь большинством голосов, то вот такое решение по одной отдельной лестничной клетке не является обязательным для всех. Кто решил, тот и будет платить. Поэтому здесь нужно совершенно четко осознавать. У меня в практике были случаи, когда люди говорят, что двое не платят, мы за них заплатим. И это прописывалось в соглашении. Тогда это отдельно можно, но по-другому никак. Ну что же, у нас на самом деле время уже подошло к концу. Я напомню, что это была программа «Добро пожаловаться». Каждый понедельник с 10 до 11 вы можете задавать свои вопросы председателю управления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергея Сидорко, узнавать все самые последние новости в изменениях в законах, которые регулируют отношения жильцов домов, собственников квартир. Спасибо большое. Давайте, может быть, запланируем, и, может быть, вы тоже подготовьтесь. На следующий раз попытаемся поговорить о вывозе мусора. Так что, если у вас есть вопросы, задавайте их, может быть, заранее, вот написав в WhatsApp на номер 2306191, 2306191, мы обязательно просмотрим все поступившие смс-ки и ответим на ваши вопросы. Спасибо. Всего доброго.